Всем привет! Вы смотрите Аскроллер, катайся с нами. В этом выпуске я поговорю о трех основных вещах, основных для новичков. Как поворачивать, как выставлять ведущую ногу вперед, потому что с этим не все справляются сразу. И третье, это как отталкиваться и как кататься, как держать свои ноги крепкими, чтобы они вот так вот не складывались, чтобы стойка была постоянно, колеса перпендикулярно стояли. Сначала поворачивается корпус, это основа поворота. Поворачиваем корпус и потом идет тело. После того, как повернули, вам легче сделать маневр. Так что всегда этим пользуйтесь. На любой скорости едьте. Сначала поворачивайте корпус, можно даже резче, если это маленькая скорость, если большая, то чуть-чуть. И начинаете поворот. Вообще, как поворот происходит? Вы делаете наклон в идеале, если это сильный поворот. Как на велосипеде, на мотоцикле у вас колеса стоят в линии и вы просто наклоняете, у вас в эту сторону тянет. То же самое на роликах. Я заваливаюсь в сторону поворота и так выходит значительно эффективнее, все и безопаснее, и природнее. Следующий навык это как выставлять ногу вперед. Зачем это нужно вообще делать? Все роллеры катаются обычно вот так, вот как-то. Почему-то, я не знаю. Ноги держат рядом, боятся, наверное, чуть-чуть выдвинуть. Или у них нестабильно это получается. Как выдвинуть ногу вперед? Надо чуть-чуть повернуть плечи. В этом весь секрет. И тогда легче будет. И чуть-чуть бедра за плечами поворачиваются. И тогда легче выдвинуть ногу вперед. Этот навык необходим вот так удержать ноги при любом катании. Во-первых, так меньше устают ноги. Во-вторых, это стабильнее. Вы можете чуть-чуть расслабиться даже. И, конечно, колени всегда присогнуты. Без этого никак. Вы не сможете вот так вот на прямых ногах даже это невозможно сделать. Это больно. Вы все это делаете, когда на плиточке едете, тоже стабильнее, гораздо ногу выдвинуть вперед. Когда съезжаете с бордюра, в любом случае это полезный навык. И так лучше кататься. Если вы катаетесь так, то это единственный случай, можно в скейт-парке при приземлении. С этим определились. Ногу всегда выдвигаете вперед при катании, потому что так стабильнее. Так вы, межвероятно, что упадете везде, где бы вы ни катались. И плюс, когда вы едете на каких-то неровностях, если вы едете в такой позиции, приподнимайте чуть-чуть носки. Можно даже их не приподнимать физически. Можно перейти на нагрузку на пятки. И у вас носочки тоже будут чуть-чуть как бы приподняты в момент, когда вы проезжаете на чем-нибудь. Например, вот можно показать. Маленькая неровность, маленькая веточка. Все, что может попасть на вашем пути, легко проезжается таким способом. И следующее, о чем стоит поговорить, это крепкие ноги. Потому что все думают, что ролики сами будут держать ноги. Почему они не держат их? Почему у меня ноги завалятся вовнутрь? Потому что вы их не напрягаете. Когда вы отталкиваетесь с такой ногой, расслабленной, она у вас нестабильная очень. Короче, катаетесь вот так. Такого делать не надо. Когда у вас ноги напряжены, в этот момент отталкивания, вы очень хорошо все контролируете. Как это тренировать можно? Можно сделать переступание. Это нужно для того, чтобы перебороть страх. Если вы завалитесь в эту сторону, вы должны перешагнуть через себя и сделать этот подшаг, чтобы не упасть. И при этом у вас больше нагрузка идет на ногу. И вы должны ее крепче напрячь, сильнее, чтобы нога держала вас, ваш вес, всего тела. Если делать это с расслабленными ногами, будете чувствовать, что что-то не так, и надо еще напрягать их сильнее. Для этого и делается это упражнение. Походите в одну сторону, во вторую. Привыкнете. Когда привыклись, делайте более широкие, глубокие шаги, когда вы проваливаетесь. Видите, вы делаете такое медленно-медленно, быстро. Проваливаетесь как можно ниже. И это уже идут основы перебежек, очень важный трюк на роликах для всех роллеров. На этом все. Оставайтесь с нами, еще будут обучалки. Катайтесь вместе со скроллером.